Так, ладно, начинаем. Всем здравствуйте. Значит, сегодня мы продолжим про приближение, ну что значит, нет, не совсем про приближение, ну про число и его квадрат, на самом деле мы тоже будем что-то делать, но только мы будем делать это не ради числа и его квадрата, а ради этой самой гипотезы Вирзинга. Значит, что такое гипотезы Вирзинга? Так, одну минуту, сейчас начнем. Значит, у нас все всегда начинается с теорема Дерихле, да? Ну, давайте, давайте снова начнем. Шпаргалку я потерял свою. Хорошо, ладно, давайте снова начнем с теоремы Дерихле. Значит, если, как же только-так, мне надо было вспомнить, а то я без шпаргалки, плохо будет, без шпаргалки будет плохо, потому что обозначение. Ну, хорошо, давайте тета тогда. Тета. Если тета – вещественное иррациональное число, то, значит, существует бесконечно много чего там. П на Ку таких, что тета минус П на Ку меньше, чем единица на Ку квадрата. Так, чему там нас учат, что если альфа – это алгебраическое число. Ну, у него вообще степень есть, да? Ну, ладно, давайте, это тогда. Аж от альфа, да? Аж обычно – это высота. Правильно, правильно. Я и собираюсь как раз, и собираюсь как раз аж от альфа обозначить высоту. То есть, аж… Ой, только нехорошо мне альфа, давайте кси. Кси. Аж от кси – это максимум… Значит, у альфа есть… У кси есть, значит, канонический многочлен. Кси от х, который есть а-н, х в степени n, плюс и так далее, плюс а1, плюс а1, плюс а1, х плюс а0. Где ажитое целое. У канонического многочлена, значит, надо, чтобы нот коэффициентов был равен а0, это самая единица. Ну, и вот и аж кси – это максимум ажитых. Ажи от нуля до… Ну, это минимальный многочлен с таким условием. Многочлен минимальной степени имеется для этого? Ну, минимальный, да. Нет, канонический многочлен – это минимальный многочлен, умноженный на нот коэффициентов. Чтобы он был… Да, конечно, минимальной степени, да, да, конечно, да, конечно, да, минимальной степени. Я не давал сейчас определения, я просто его написал. Вообще, да, это многочлен минимальной степени с целыми коэффициентами, со старшим коэффициентом положительным, это самое примитивный, корнем которого является альфа. Ну, или другими словами, это минимальный многочлен, который на четвертый курс проходит, умноженный на нот знаменателей. Вот. Значит, известная гипотеза, что если… Что там надо? Это… Это вещественное… Не алгебраическая степени n, То существует бесконечно много кси алгебраических кси степени n. Ну, 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 может быть тут надо писать меньше равно n. Таких, что тета минус кси меньше-меньше, но с какой-то константой. Здесь надо писать h от кси в степени минус, значит, это самое n минус 1. Вот так. Вот теорема Дерихле. n равно 1. Вот при n равно 1 доказано. А при n равной 2 доказали Девенпорт и Шмидт. И, в общем, это я сегодня расскажу. А это, наверное, алгебраическая степень тоже не больше, чем n. Наоборот, ну, да, вот у меня тот же вопрос. Да, да. Потому что, если, допустим, тета – квадратичная рациональность, то можно сказать, что оно не алгебраическая степени, там, тысяча. Степени меньше равно n. Да. Да. Не алгебраическая степени меньше или равной n. Да, 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 да. Значит, это, значит, доказали Девенпорт и Шмидт. И вот, в общем, это я буду рассказывать. Ну, не это, но почти это. Я сейчас объясню. Рассказывать. А при произвольном… Дальше там какие-то оценки есть при n равном 3. Там много разных оценок. Я их все не помню. Значит, при произвольном n. Девенпорт и Шмидт доказали h в степени минус. Ну, n пополам плюс что-то там плюс или минус. Главный член порядка n пополам. Значит, это старый результат. А недавно Бадягин и Шляйшиц… И Шляйшиц… Получили здесь лучший результат. То есть, здесь вот у них корень из трех появился. Я эту работу не читал. Почему? Я вам объясню. Потому что я, так сказать, тут очень заинтересовался малыми размерностями. И в малых размерностях мы просто опухли. Ну, ничего толком не сделает. Ну, нет, кое-что сделает. Об этом тоже я, наверное, поговорю. Но о больших размерностях это менее загадочно, мне кажется. Хотя задача не решена. Вот, значит. Сегодня я что буду рассказывать? Я сейчас объясню. Значит, вот я уже сказал, что я буду гипотезу этой самой размерности 2, ее решение Девенпорт и Шмидт рассказывать. Но не совсем ее я буду рассказывать. А я буду рассказывать вот такую теорию. Сейчас одну минутку. Мне надо объяснить, к чему она. Значит, я сейчас ее сформулирую и попробую объяснить, к чему она. Значит, итак. Итак, что будет сегодня? Вот, что будет сегодня. Давайте мы рассмотрим пока линейную форму. От трех перемен. Значит, х. Это х0. Х1, х2. Это будет целочисленная переменная. Так. Тета 1, тета 2. Ну, вот они будут вместе с единицей. Линейная. Независимым. Над z. Значит, и что мы делаем. Значит, линейная форма. Это х0 плюс... Ну, как у нас обычное обозначение. Плюс х2. Это 2. Вот нас будет беспокоить. Вот эта вот линейная форма. Значит, и для нее мы будем рассматривать омега с крышкой. Которая омега с крышкой от тета 1 и тета 2 равномерная диафантовая экспонента. Значит, и для линейной формы омега с крышкой всегда больше или равна 2. Это теорема Дерихле. Значит, ну, давайте мы с вами еще омега без крышки рассмотрим. Омега без крышки. Омега от тета 1 и тета 2. Это обыкновенная диафантовая экспонента. Значит, как они связаны? Кто-нибудь помнит? Сейчас, Николай Германович. Там разве 2? Тут все-таки у вас тета 1 и тета 2 2. У вас там сейчас есть теорема Минковского. Там не должен результат улучшить. То есть, если там был только тета 1, то там бы стояло 2 в диафантовой экспоненте. А, значит, надо напомнить определение. Значит, или омега с крышкой равняется супремум тех гамма. А, значит, что в омеге нижний предел, а супремум тех гамма, а в омеге с крышкой верхний предел, т в степени гамма. Функция меры иррациональности от t меньше бесконечности. То есть, если мы супремум тех гамма, таких, что вот это неравенство какое там, x меньше t, l от x. Система неравенства меньше t в степени минус гамма, имеет решение... Ну, для омеги это для бесконечно многих t? Омега или омега для бесконечно многих t? А омега, значит, это для омеги. А для омега с крышкой для всех достаточно больших t. Значит, а вы путаете... Вот теорему Дерекле тоже можно вот так вот записать, что минимум по q меньше ли равным t, да? q альфа, или как-то у нас x там, да? По x меньше ли равным t, x альфа меньше x в минус первой. И вот экспоненты вот здесь вот считаются, а не вот здесь. А, прошу прощения, да, тогда там... Да, 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 значит, напоминаем. Это мы напоминаем, это мы напоминаем. Было тривиальное неравенство. Что омега больше равна омеге с крышкой. Кто помнит нетривиальное неравенство? Мы его доказывали. Следую. Следую. там омега с крышкой полом делить на омега с крышкой минус 1 это для совместных приближений вот он потому что это всегда больше равно единицы вот нетривиальная неравенство омега мы с вами смотреть мы с вами доказали для совместных приближений мы с вами доказали для линейной формы а в общем случае мы доказали только в предположении что там приближение независимое сказать а когда зависимы там в общем там сложно доказать мы не обсуждали я решил даже по размерности 3 до трех чисел не рассказывать в этом году потому что тогда мы не добрались до вот того до чего мы сейчас добрались значит теперь 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 еще другие экспоненты омега со звездочкой от это вот сегодня у нас будет омега со звездочкой которая есть омега со звездочкой от это значит это это пока будет вещественное число значит это супремом тех гамма что существует бесконечно много кси алгебраических где кси меньше или равно 2 таких таких что тета минус кси меньше равняется h от кси но вот здесь напишем в степени минус гамма минус 1 потому что мы там вот вот чтоб обобщение было единицу вычтем вот вот мы будем изучать эту экспоненту и еще одну экспоненту и еще одну сегодня изучаем вот эту экспоненту и экспоненту она называется омега lp вот что такое омега lp сейчас я объясню значит пусть вот объясняю значит даю я даю сейчас даю определение омега lp значит пусть вот наряду с нашей формой l от x есть еще форма p от x значит две независимые линейные формы две независимые линейные формы так вот омега lp это супремум тир гамма существует бесконечно много иксов из z3 таких что форма в точке x меньше или равна формы p в точке x умножить на x в степени минус гамма вот такую экспоненту надо такую вычурную использовать значит и следующая теорема первая теорема пока непонятно к чему она но сейчас станет ясно что вот смотрите у линейной формы l у нас была у нас была определена экспонента омега с крышкой а l вот она у нас с коэффициентами tt1 вот через эту экспоненту можно оценить экспоненту омега lp значит первая теорема говорит что омега lp больше ли равно омега в квадрате минус омега плюс 1 значит вот эту теорему мы будем доказывать а для чего мы ее будем доказывать я сейчас объясню значит очевидный факт ну давайте его назовем в кавычках потому что я его тоже объясню что омега со звездочкой а вот если мы возьмем l от x это вот такая форма для числа и его квадрата понимаете а p от x это производная вот для таких форм омега со звездочкой оценивается как раз через омега lp минус 1 значит давайте теперь что отсюда получается следствие что омега со звездочкой она такому же неравенству ярника удовлетворяет ну и получается отсюда теорема потому что вот тут вот минус 1 это как раз у нас получается числами квадратичными рациональностями мы приближаемся точно сюда аж в степени минус 3 ну очевидный факт я сейчас объясню я немножко еще сейчас расскажу как отсюда следует теорема Девенпорта вы сказали что омега со звездочкой это хотя бы омега с крышкой на омега минус 1 а вот такое вот неравенство имеет бесконечно много решений получилось вот оно и следует в в льву нормально да нормально спасибо отлично так хорошо значит ну понимаете в чем дело. Мы с вами немножко еще истории. Немножко еще истории. Какой же у нас истории тут будет. Вот мы с вами для тоже Девенпорта-Шмидт доказывали теорему. Доказывали оценку для тета и тета квадрат. Но мы доказывали оценку для омега с крышкой для совместных приближений. А вот наша омега с крышкой сегодняшняя это омега для линейной формы. Как их нам сейчас обозначить? Давайте ой, звездочку я уже здесь задействовал. Давайте вот эту омега на минутку мы будем обозначать как омега л а эту омега тоже не нравится мне эти обозначения. Давайте тогда вот это я напишу лф так вот по-дурацки а это с тоже мне не нравится. елки-палки елки-палки как же мне это может они не давайте 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 мы нет там поярнику тоже альфа и бета плохо. Как же их обозначить то? Ну хорошо давайте омега совместное приближение а это омега линейная форма и про омега совместное приближение вы знаете что знаем вот для вот именно для тета или тета квадрат мы доказывали что-то не в прошлый раз а в позапрошлый раз вот здесь была одна вторая но это всегда бывает помнит кто-нибудь что вот здесь вот было это мы доказывали алло он стоял золотой сеченник так вот есть удивительный факт я бы его рассказал в какой-то момент но сейчас времени нет теоремы ярм мы сейчас занимаемся линейной форме это называется равенство ярм это называется равенство поэтому у нас Герман Олег Николаевич специалист равенство ярника это старое равенство оно было забыто как все ярниковское приоткрыто потом значит я не знаю все-таки сказали совместное приближение все-таки у нас там считалось что кси до которого мы приближаем оно не является квадратичной рациональностью ну оно и здесь а то есть мы определение совместных приближений мы же приближаем то которое не является квадратичной рациональностью значит равенство ярника оно говорит у нас тут крышки пропали в какой-то момент это плохо да вот крышки надо оставлять крышки надо оставлять без крышек плохо вот такая теорема есть которая верна только в размерности 2 а в больших размерностях такого равенства не существует вот значит из этого равенства ярника следует что вот эта омега для линейной формы она больше 2 а меньше она чего получается 3 плюс корень из 5 пополам что ли 2 делить на 3 минус корень из 5 но вот это и есть 3 плюс корень из 5 пополам правильно значит в прошлый раз или в позапрошлый раз это же все связано теорема руа была что что существует тета у которого омега сп равняется как раз корень из 5 сейчас видите тут у меня стул провалился я сейчас одно другое о чем теорема руа была теорема руа нам гарантировала что существуют числа на которых достигается точность у нас удивительное дело что действительно есть числа для которых омега сп равняется корень из 5 минус 1 пополам ну значит для них по равенству ярника омега для линейной формы равняется 3 плюс корень из 5 пополам на самом деле руа доказал потом еще больше значит он доказал еще одна теорема руа что множество омега сп от тета всюду плотно на промежутке от одной второй до корни из 5 минус 1 пополам но вот не все значения принимают вот значит омега если у нас омега от линейной формы такое то значит омега со звездочка от тета значит вот для этих тета вот для вот этих тета давайте еще сообразим чему вот я это введу в рамочку чему для этих тета будет равняться омега со звездочкой от тета алло сейчас можно вопрос вот когда у нас было lp и мы брали омегу с крышечкой в теореме в омеге с крышечкой брали там тут написано для линейной формы брали омегу с крышечкой а то есть омега линейная форма вот вот эти наши омеги это омега линейная форма значит вот эта штука это омега линейная форма что получается для для омеги со звездочкой от тета вот этого самого который Руара посчитал какая получится оценка оценка получается равенство 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 причем для него же вот это вот для вот это вот это у нас вот есть значение линейной формы значит это на это минус один сколько это будет у нас 3 плюс корень из 5 или что будет хочу а я хочу для него равенство написать а или это мы это надо вот у меня почему-то написано что здесь что рой доказал что здесь 3 плюс корень из 5 это не из чего не следует наверное из но это 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 еще одна теорема роя наверное из того что мы проделали давайте давайте хорошо да это новая теорема роя которую мы не разбирали на самом деле что омега со звездочкой от вот это вот это вот 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 от это вот это оно равняется 3 плюс корень из 5 ну на самом деле это надо немножко переработать вот ту теорему которую мы в прошлый раз разбирали но и что из этого получается из этого у нас какая оценка для омеги со звездочкой хуже у нас оценка получается как хуже а у нас сколько получается у нас 3 плюс корень из 5 пополам умножаем на 1 плюс корень из 5 пополам который меньше чем 2 поэтому она хуже стоп 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 это поможет опечатка должна быть точно сейчас 3 плюс корень из 5 пополам умножить на 3 плюс корень из 5 пополам минус 1 умножить на 1 плюс корень из 5 пополам правильно даже не считает это не совпадает но значит опечатку сейчас нашли а правда что это будет 2 плюс корень из 5 так у вас же там омега со звездой с минус единичкой определялась в степени вот она и вылезла тут нет вы же там сдвигали специально на единичку индекс в одном из определений до сдвигал вот фокус в том что у роя правильной паре вот наша теорема точную оценку да и рой дает пример того что наша теорема точно про линейные формы где-то оценка сдвинута до сейчас давайте я посмотрю точно что у роя было потому что я по памяти вот видите чё-то тут запутался одну секунду я сейчас посмотрю что было в статье роя потому что у него но сейчас я я сейчас тоже какие-то простые вещи докажу и все будет понятно сейчас а вот два получается вот это правильно вот 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 это то что здесь я почувствую 2 плюс корень с 5 правильно да на плюс корень с 5 это вообще вроде золотое свечение в кубе ну вот где-то тут какая-то опечатка присутствует какая-то опечатка присутствует должно быть я думаю всему виной то что вы сдвинули экспоненту на единичку одного с определений не могу я сообразить вот надо тут три писать или не надо сдвинул где-то на единичку да сдвинул где-то на единичку и чего-то у меня какая-то путаница возникла сейчас но вот это будет вот это будет 2 плюс корень с 5 правильно да это будет 2 плюс корень с 5 а это омега умножить на омега минус 1 значит 2 и вот 2 плюс корень с 5 точно на наш теорема должна по значит здесь я вот наверное что-то здесь 2 должно здесь до 2 до это да вот тут 2 правильно вот так тогда получается что рой пара построил вот такое для числа роа омега со звездочкой такое а по нашей теореме она не меньше вот так вот так ничему не противоречит ничего и это означает оптимальность результата да алё только крышки снова пропали так вроде да а это не крышка со звездочкой она у нас не была с крышкой эта штука была да 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 вот отсюда ну хорошо значит сейчас буду доказывать две вещи значит что мы будем доказывать мы сегодня будем доказывать вот эту теорему ну и очевидный факт начнем с простого значит с очевидного факта так очевидный факт так доказываю очевидный факт так значит очевидный факт значит что мы с вами сделали мы получили мы доказываем что если выполнена оценка для формы и и производные патента то тогда есть не альство на звездочку да вот у нас есть оценка для омеги как она у нас омеги лп и мы из нее хотим вывести оценку для омеги звездочка ну что надо сделать надо это значит вот у нас там есть какие-то решение значит значит что у нас есть у нас есть у нас есть линейная форма от каких-то ответ ответ но давайте вектор у нас будет x маленькая будет вот такой x y z тогда у нас есть л от x маленькая это тета квадрат x плюс тета y плюс z p от x маленькая это производная 2 тета x плюс плюс y плюс y значит давайте рассмотрим многочлен от t вот это x x x t в квадрате плюс y t плюс z тогда у нас для вот этого многочлена что получается что многочлен точки тета он меньше меньше чего вектор x в какой степени значит я здесь хочу степени омега от lp на производную минус минус 1 сейчас где да 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 где определение определение ну вот у вас на теореме ровно омега 3p висит вот где в красный прямоугольничка введено да 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 минус гамма да то есть минус омега lp да 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 минус 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 омега lp минус 1 да все таки нет там кажется ровно гамма висела так что у вас определение ровно гамма да 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 это это звездочки гамма минус 1 а b от это нет не п b штрих b не п да и не п а b да b штрих b от это вот так вот да как отсюда вывести приближение 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 значит ну значит вот и b от t он может принимать два значения один или два правильно но может быть это многочлен 1 может нету x а а может и есть либо 1 степень либо 2 степень с простого начнем если степень b от t равна единице ну что тогда у нас а а тогда у многочлена есть рациональный корень существует бета рациональное такое что b от бета равно нулю а с одной стороны а это есть b давайте на кси у нас кси обозначаем как по формуле Тейлора будет это будет b от тета плюс тета минус кси b штрих от тета правильно поэтому тета минус кси будет равняться чему b от тета разделить на b штрих от тета правильно ну и чему это будет ну а это меньше меньше x минус омега lp x минус омега lp ну и получилось все что мы нашли приближать поскольку там паразитическая вот эта единица то вот как раз это и получается у нас что в этом случае у нас а и в этом случае x будет высотой да 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 омега со звездочкой будет больше чем омега lp минус 1 правильно потому что омега со звездочкой там в определении вот эта паразитическая единица которая нам уже сегодня подвредила так второе если если дек b от t равен двойке ну если дек b от t равен двойке то тоже пишем формулу тейлора значит существует x алгебраическая дек x равен двойке да но оно не обязательно вещественное а да ну ну и ладно а мы сейчас оно не обязательно вещественное и мы не должна вообще вообще нам надо вещественное мы вещественное приближаем почему как быть если оно ну сейчас разберемся давайте давайте сначала неравенство проведем а потом пообсуждаем как быть с невещественным хорошо мне кажется там нужно опять на два случая разбить наши теперь x y и z это какие-то числа да то есть мы не знаем вообще говоря про них ничего мы знаем что они удовлетворяют соотношение чтобы от это меньше меньше x в степени и x в некоторой степени быстрых от это мне кажется что если там будет комплексные корни то такого неравенства у вас просто не мне кажется мне тоже кажется да мне тоже кажется я вот сейчас подзабыл герман умеет на этот вопрос хорошо отвечать я сейчас подзабыл ну а ладно давайте вопрос вещественности отправим задачи я вроде не говорил что вещественными приближаться надо но это вопрос действительно актуальный так сейчас давайте значит мы напишем а пока просто существуют они докажем так значит что здесь будет значит а вот корень нашелся да это равно нулю значит как это записывается по формуле t2 b от тета плюс тета минус кси b штрих от тета плюс одна вторая тета минус кси в квадрате b два штриха от тета правильно что теперь надо сделать надо это рассмотреть как квадратное уравнение относительно этого дела форму все равно верна комплексная вещественная значит получается что это квадратное уравнение относительно тета минус кси и получается что тета минус кси равняется ой как там формула для квадратного уравнения пишется минус б штрих от тета даже вспомним школу плюс минус а вот нам тут надо корень дискриминант здесь будет давайте не буду аргумент писать минус б штрих плюс минус б штрих квадрате минус два б б два штриха да на на 4 а 222 половинка тут и еще делить на 2 б два штриха просто на б на б и теперь надо а ну мы же можем выбрать корень который поменьше мы можем здесь выбрать плюс выбираем корень с плюсом почему вторая положительная а я не написал что мог по модулю написал а ну тогда не факт что с плюсом может быть б два штриха отрицательные наоборот надо с минусом брать нет в числителе с плюсом я взял я говорю что не факт что она минимальная какой-то мне надо чтобы близко к нулю было ну да но я и говорил что у вас бета штрих отрицательные то минус это штрих положительное вы еще прибавили а бета штрих да бета штрих это то есть она может быть и с минусом почему брать плюс непонятно так я думаю что вообще тут видно что дискриминант у него положить да видно все таки тут свещественно почему дискриминант у него положительный тут же бета штрих в квадрате минус два бета штриха нет подождите а все согласен того что у нас ввиду того что у нас неравенство выполнено просто бета штриха можно явно написать мне кажется я даже путать бета два штриха то от это не зависит уже уже не зависит вот это два это просто два икс давайте написать бета бета два штриха это просто два икс ну и получается да тут все таки надо плюс минус написать потому что мы не знаем кто положительно кто отрицательно да почему еще здесь кандидат положительный сейчас все же там у нас на модуле была оценка там модули там мы не знаем там вот здесь модули только поэтому мы не знаем положительно она отрицательно нет я про дискриминант почему он положительный то сейчас бета штрих вот потому что вот это вот неравенство выполнено сейчас у нас омега лп это сейчас ну какое минимальное значение омега лп омега лп это хотя бы единичка нет я думаю а пардон хотя бы двоечка я думаю да сейчас ну то что это хотя бы двоечка это там ну вообще это он из ярника а вот вот что такое омега лп омега лп омега с крышкой омега с крышкой само оно хотя бы двойка сейчас ну стоп мы омега лп оцениваем да мы применяем теорему с омегой лп ну три тогда хотя бы двоечка и это да 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 и это сущая правда потому что мы минимальное значение значит 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 омега лп оно больше тройки и это же подождите если омега с крышкой больше двойки а да 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 больше тройки и поэтому наша теорема говорит что в частности мы имеем теорему Девенпорта Шмидта если мы вот про омегу ничего с крышкой ничего не знаем кроме того что вот это равномерная экспонента то мы ничего не знаем кроме того что она больше равна двойки она всегда больше равна двойки поэтому из нашей теоремы следует решение вот это вот нет я это понимаю я не понимаю да то есть оно больше либо равно тройки да и как будто бы если это подставить я просто не понимаю почему этого давайте посмотрим про дискриминант хорошо значит вот и у нас получается что вот это больше чего или не получается здесь для вещественных не понимаете в чем проблема у вас теорема дает оценку то есть у вас неравенство оценивает бета снизу а тут вот как будто бы нам наоборот нужно конечно чтобы это больше чем два бета бета два штриха то есть это как будто бы в другую сторону оценка не очень понятно с чего он был всегда положить это не принципиально но давайте б оно у нас меньше равно по вот этому неравенству х минус x минус 3 b вот там штрих да то есть b штрих больше чем x в кубе b б б штрих больше чем x в кубе b правильно ваш прав да но тогда ну поможем так как у вас тут сейчас x мало x большой склестниться ну да ну 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 а x оно почти одно и то же так что вот это это максимум из модуль x малого это вот и вроде все получается потому что смотрите b штрих в квадрате оно больше ну больше больше да при больших x вроде получается и вообще тут какая-то дико с диким запасом вещественный дискриминант дискриминант больше не мг в порядке так что вещественные получаются можно не нервничать значит продолжаем движение здесь ну расстояние это вещество модуль расстояние еще бы вещественные у нас не получились не понял что порин получился вещественные от это дано что оно вещественное мы его приближаем valt не отсюда к слову мы доказали что c вещественные да чок си вещественные мы доказали да из этого что psy и честь ну мы сейчас продолжить надо теперь неравенство продолжить надо меня не очень беспокоит даже что оно вещественное или невещественное сейчас надо неравенство закончить Здесь надо, чтобы получить, что это тоже все меньше b на b'. А если это получится, то это будет меньше x в степени минус омега lp. И все. А x – это как раз по порядку величины h от 7. А вот это тоже не очень в данном случае понятно, потому что это было бы понятно, если бы мы знали, что x, y, z – взаимопростые. Ну вот я вам исправил, больше или равно. А это нормально, тут он в отрицательной степени. Сейчас как-то больше или поравно. У вас psi? Кси является корнем многочлена. Какого многочлена? С целыми коэффициентами. А. С коэффициентами x, y, z. И вы правы, да. Мы не отследили за тем, что они взаимопростые. Но если они невзаимопростые, то тогда высота кси будет меньше, чем высота этого многочлена, у которого коэффициенты невзаимопростые. А, модуль x, все. Модуль x. Значит, в этом цепочке вот я вот это. Единственное, что за этим вопросом надо проследить, как тут здесь это получается. Значит, надо все на b' разделить. Вот это равенство. Что-то мы опять очень медленно движемся. Надо вот это на b' разделить. Как здесь получить опять это b' разделить? Правильно, да? Значит, если я раздел... b' по модулю только. Ну, да, 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 все по модулю. Не, только b' по модулю, кажется. Это уже, может, неправда. Только b' по модулю. Как дальше быть? Так, что-то... Стоп, 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 стоп. Что-то я не так переписал. А, b2 штриха здесь. Вот здесь. Вот здесь b2 штриха. Не то переписал я. Значит, здесь на b' я разделил. Здесь будет неправильное переписывание. Значит, здесь должно быть 2b2 штриха делить на b' квадрате. И по Тейлору разложить. Ну и все. Тривиальный факт доказали. Да? Ну, подождите. Так, еще. Так. Так. Чуть вверх, по-моему, не доказали. Мы левую часть неравиства на b' поделили, а правую мы разве поделили? Мы числитель и знаменатель. И числитель и знаменатель поделили. Вот, смотрите. Вот тут в знаменателе тоже поделили. Спасибо. Тогда согласен. Все. Теперь надо, значит, пакт доказали. Ну и вообще, это, на самом деле, общий принцип, что надо, чтобы многочлен был, значение многочлена в точке было малое, а значение производной было не очень мало. И тогда, так сказать, можно, так сказать, поймать алгебраический корень близко к заданной точке. Так, все. Теперь доказываем теорему о двухлинейных формах. Что-то только медленно очень движется. Но сегодня мы не будем производить семинар, поэтому можем просто подольше посидеть со спецкурсом. Так, ну хорошо, для доказательства нам понадобится много чего из того, что мы доказывали в прошлые разы. Значит, во-первых, наилучшее приближение. Берем наилучшее приближение для нашей формы. Последовательность наилучших приближений для L от X. Ну, давайте это будет, как там они у нас были в прошлый раз у Довенкорта, X0NU, X1NU, X2NU. Вот это будет вектор XNU. Значит, плохо писать, я буду это одной буквой большой, XNU писать. И LNU, это L от XNU. Значит, это наилучшее приближение. Значит, вот эти растут, эти, ой, это все время. Вот, ладно, нет, в этом году немножко стало лучше со спецкурсом, потому что мы не каждый раз, контрольные вопросы, не каждый раз касаются показателя в теории Минковского. А возникают контрольные вопросы чуть-чуть более серьезные. Значит, что здесь надо написать в правой части? Здесь два места пустых. Одно внизу, другое вверху. Внизу G плюс один. О, да. Ну, а вверху, ладно, вверху мне немножко неприятно сделать. Вот отдадим дань матанализу, напишем здесь альфа, и будем считать, что альфа между двойкой и омега с крышкой, значит, это еще одна неприятность. Значит, мы предположим, я вас очень гнусно обманываю. Может, минус альфа тогда? Это еще лучше, да. И я вас совершенно гнусно обманываю. Значит, мы вот это вот предположим. Значит, я вас обманул. Вот в этот момент, как я вас обманул? А если омега с крышкой равно двум? Да, я вам и обещал, что я вам докажу теорему Девенпорта-Шмидта, а для доказательства именно теоремы Девенпорта-Шмидта надо рассматривать омега с крышкой, равной именно двум, да? Ну, на самом деле, так сказать, тогда при омеге с крышкой, равной именно двум, надо за константами поаккуратнее следить. Поэтому, значит, это будет упражнение. Значит, сейчас предполагаем, что омега с крышкой больше на двум, а упражнение адаптировать доказательства для случая омега с крышкой равно двум. Ну, я вам скажу так, что я рассказываю, на самом деле, сейчас не теорему Девенпорта-Шмидта, так сказать, а вот новую. Теорема Девенпорта-Шмидта – это 1967 год, а та теорема, которую я рассказываю с омегой Lp – это 2014 год. Поэтому, значит, так сказать, более простая теорема будет вот таким упражнением. Так, хорошо. Значит, теперь нам понадобится немножко формы подправить. Значит, вот у нас есть форма Lp – это те формы, которые даны. Возьмем еще одну форму f на x. Ну, надо, чтобы определители были. Линейная форма независимая с Lp. Возьмем любую. Независимая над z, я полагаю. Нет. А, нет. Ну, чтобы определители были. Формы Lp непропорциональны. А надо взять третью форму… Нет, это независимо просто над чем. Просто я изучаю эту понятию. Просто над R… L – это что такое у нас? Это x0 плюс θ1, x1 плюс θ2, x2… Ну, это ковектор. f – это x0 плюс там какой-то x1, скажем, x1 плюс x2… Не, x1, так сказать… φ1… φ2, x2… А f… С какими-то коэффициентами нам арифметическая природа их не нужна… Это будет x0, вот такое… Вот такое… И нам надо, чтобы вот этот определитель не равнялся… Ну, чтобы они, так сказать… Это самое… Вот в этом смысле независимо. Это же у нас не числа. Если бы я говорил про числа… Вот у нас изначально были числа 1, θ1 и θ2… Линейно независимы над q. А формы нам надо, чтобы просто это были, так сказать… Решетки, так сказать… Нам надо просто, чтобы они были непропорциональны, как формы. Вот. Значит, теперь, если мы посмотрим на значение максимума из модулей… Сейчас у них 1, x0… А, ну да, 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 все, вопрос не был… То понятно, что эта величина будет иметь порядок x. Ну, если вектор вот этот x – это x0, x1, x2… То максимум, так сказать, коэффициентов… Модуль x… Ну, это, так сказать… Максимум… Из житых… Просто потому, что там будет какая-то вот в этой константе зависимость… Вот… Вот этих… Вот этих… Вот этих… Ну, потому что там определится… Так, ну и для нютового вектора… У нас есть и значение l нюта… И значение p… И значение m… Так… Ну и давайте сообразим… Значит… Значит… Как… По нашей науке надо вычислять определитель… Вот давайте… Дельта житая… Это будет определитель… Значит… Три подряд приближения берем… Это наш любимый определитель, который у нас был много раз… Помните… Что их… Существует… Бесконечно много жи… Наверное, сейчас получится… Что эти определители… Вот знаете… Знаете, как его можно написать… Этот определитель… Этот определитель… Можно написать как определитель из… Из… Наилучших приближений… Ну… Тут будет умножаться на какое-то… А… Это константа… Вот из этого происходящего… Она тоже зависит… Сейчас… По-моему… Тут… Сейчас… Что… По-моему… Ну… Чтобы… Тут… Хотя… Нет… Явно она не выражается… Мне показалось, что выражается… Нет… Ну… Почему не выражается… Вот она вот там… Выписывается как-то там… Ну… Как-то… Нет… Мне казалось, что она рассуна… Как определитель другой матрицы… Но сейчас… Так красиво не получится… Нам теперь… И нам теперь надо… Асимптотику этого определителя… Посчитать… Сейчас у нас появятся эти определительные… Не нулевые… Но… К сожалению… Тут доказательство чуть-чуть более хитрое… Оно связано с буквами… Вот этими с алфавитом… О котором я потом расскажу… В общем… Тут определители бывают нулевые… Определители бывают нулевые… Эти… Там… Вот… Но нам надо… Для них написать асимптотическую формулу… Так сказать… Там шесть слагаемых… Надо написать два значащих слагаемых… Значит… Утверждение… Что… Житый определитель… Записывается… Вот как… Л… Жи минус один… ПЖ… Ф… Жи плюс один… Плюс… Ой… Минус… Л… Тут надо… Проследить внимательнее… Л… Жи минус один… Сейчас следить надо будет… Тут точнее немножко надо… Так… Кто понимает откуда взялось вот это… Откуда взялось вот это вот… Утверждение… Ну… Очень просто… Вы раскрыли скобки… И… Два слагаемых… Нет… Подождите… А их должно быть шесть… Значит… Подождите… У меня такое ощущение… Что должно быть три… Три… Такие… Должно быть шесть… А вот все остальные… Я вот угрохал сюда… Ну… У нас на… Л… Жи… Т… Неравенство… Значит… Л… Жи… Т… Икс… Жи… Плюс… Первое… В квадрате… Согласно моему… Гнусному… Так… Предположению… Что… Омега с крышкой… Так… Больше двух… Стремится к нулю… Я себе жизнь облегчил… Чтобы… Вот… Это самое… Вот… Все ушло… Сейчас… Понятно? Ну давайте… Подождите… Только если… Откуда взялись вот эти два слагаемые? А… А… Нет… Все… Тогда понятно… Вы просто определите… Раскрыли… Первое слагаемое… Вот… Второе слагаемое… Вот… А во все остальные слагаемые будет входить… LG… Или не дай бог… LG… Плюс один… Из всех оставшихся… Я вот их написал самое большое… И оно стремится к нулю… Значит… Утверждение 2… Оно на самом деле следует… Мы уже много раз говорили с вами… Что если есть двумерное приближение… В многомерном пространстве… Сейчас… Николай Германович… Правда ваша… Но… Я кое с чем не согласен… Хорошо… Давайте обсудим… Смотрите… Вот… Если… Вот у вас встретилось где-то LG… Оно будет умножаться на… Что-то там… На P с каким-то номером… И на F с каким-то номером… Вот в какой-то момент… Либо в P… Либо в F… Для LG… Выскочит… X… G… Плюс… А… Хитрый… Хитрый… Я хитрый… Я решил… Вот я вот… Предположу себе… Чуть-чуть поудобнее условия… А там, где граничные условия… Отправил я вам это самое… В упражнение… Но, кстати… Это упражнение… Знаете… Как можно решить… Это упражнение… Есть книжка… Вот… Наша… Это самая… Третья Библия… Это Шмидт… Диафантовое приближение… Так сказать… Там… Теорема… Доказана… Для… Омеги… Равной двойки… Вот в нашей классической книжке… Шмидт… Диафантовое приближение… Эта теорема… Доказана… Для Омеги… Равной двойки… Вот… А то, что я рассказываю… Это я уже из какой-то статьи… Рассказываю… Какая Библия вторая… Если это третья… А… Это вторая Библия… Это Касселс… А надо спрашивать… А… Ну, Касселс… В Касселсе есть всё… Вот… Как ни странно… Диафантовое приближение… А до Касселса… Кто не знает… Такая книжка была до Касселса… Про Диафантовое приближение… Знаете… Шмидт – это 70-е годы… Касселса – это 70-е годы… А там, значит, 30-е годы… Ну, проще ответить на вопрос… На каком языке она была написана… Вы имеете ввиду Хинчина, что ли? Нет… Это что-то… На немецком что-то… На немецком… Перрон, нибудь… Нет… Перрон – это цепные дроби… Коксман… А… Точно… Была… Коксман… Книжка, которая охватывала все диафантовое приближение к тому времени… Это Коксман… Перрон – это цепные дроби… Потому что, вот… Несмотря на то, что книжка Касселса тоненькая… Она какими-то элементами универсальности на тот момент обладала… Вот… Коксман тоже… А… Шмидт уже вот… К этому времени уже наука разрослась… Там не все было… В этой книжке… Ладно… Едем дальше… Значит, второе утверждение… На самом деле оно начинается так… Пусть… Вот тут нам внимательно не надо за зависимыми… Пусть три подгляда идущих приближения… Зависимы… Значит… Тогда… Существует… Т… Т… Такое, что… Х… Ж… Плюс первое… Равняется… Т… Х… Ж… Т… Плюс… Х… Ж… Минус… На самом деле… Это утверждение очевидно… Ну, давайте я сформулирую такое упражнение… Доказать утверждение 2… Значит… Объясню я, почему оно очевидно… Понимаете, в чем дело… Что если мы… Если у нас приближение оказывается зависимое… Двумерное… Да… То тогда… На самом деле… У нас… Они являются наилучшими приближениями… Вот в той двумерной решетке… Какому-то вектору… А там… Как нас… Двумерные приближения учат… То следующее… Получается… По формуле для цепных дробей… Что… Куэн плюс первое… Равняется… Куэн плюс… Куэн минус первое… Но вот это… Эта формула и есть… То есть… Когда у нас есть… Приближения оказываются… Зависимыми… Двумерными… То там… Работают такие же законы… Как… Для… Нахождения… Наилучше… Последовательных… Подходящих дробей… Ну вот… Это вот такое… Объяснение… Почему это очевидно… А доказательства… Подробные муторные доказательства… Урасные… Есть в книжке… Это самое Шмидта… Например… Вот можно сравнить… Так… Следующее утверждение… И… На самом деле… Мы это в какой-то момент… Проделывали… Ну вот… Здесь нам важно… Вот здесь… В нашем… В нынешнем доказательстве… Вот этот вид будет важен… Следующее утверждение… Утверждение 3… Существует… Существует… Б… М… Ж… Таких… Что… Х… Ж… Минус 1… Х… Ж… Х… Ж… Плюс 1… Линейно независим… Откуда это утверждение взялось? Я его тоже не хочу доказывать… Потому что мы его доказывали… И приписывал я его кому? По-моему, это теорема Ярника… Это теорема Ярника… Да… Как Шмидт говорит… А вот есть такое нерависимость… Утверждение… Которое вы приписываете Ярнику… Так… Так… Утверждение 4… Пусть… Они независимы… Пусть… Ж… Велико… И… Х… Ж… Минус 1… Х… Х… Ж… Плюс 1… Независимы… Тогда… Первое… Х… Ж… Плюс 1… Будет больше… Больше… Х… Ж… В степени… Альфа… Минус 1… Второе… Л… Ж… Меньше… Меньше… Какой альфа? Вспомните… Сегодня обсуждалось… Что мерзкое альфа… Надо вставить… Чтобы сказать… Это самое… А… Альфа… Спасибо… Мерзкое альфа… Нужно поместить… Для того… Чтобы… Бороться с супремумом… И говорить… Что… Между двойкой… И… Омегой с крышкой… Есть какой-то альфа… И для него рассуждать… На самом деле… Надо… Ладно… Я вам еще один секрет раскрою… На самом деле… Вот… Чтобы рассуждать… Вот… Именно с двойкой… Шмидт схитрил в своей книжке… Найдите несколько отличий… А кто-нибудь может… Кто-нибудь может… Заглядывал туда… Значит… Вот… Наша теорема… Знает ли кто-нибудь… Вот… Интересно… Ведь кто-нибудь может… Заглядывал просто… Немножко отступлю… Назад… Вот… Наша основная теорема… Пролинейные формы… Которые… Мы сейчас доказываем… Вот… 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 Она… Вот… Да… Где… Изучаем… Вот… Определение… Омега… Л… П… Знает ли кто-нибудь… Какое неравенство в книжке Шмидта было… Ну, в общем, в книжке Шмидта… Вот здесь был квадрат… Это специально было придумано… Такое техническое ухищрение… Чтобы не мучиться с… Ну… Это поплыла немножко… Вот это Омега поплыла… Специальное ухищрение было… Чтобы не мучиться с… Вот… Чтобы проще… Были рассуждения с Омега… С Омега с крышкой равны… Двойке… Чтобы они проходили быстро… А… А вот во всех остальных… Вот быстрее… Вот просто в первой степени… Так… Все… Значит… Едем дальше… Это было такое… Лирическое отступление… Сейчас… Вся хитрость наступит… Так… Вот это утверждение… Понятно это утверждение? То есть, когда… Ну, когда мы с вами доказывали неравенство, что Омега больше Омега на Омега минус 1… Мы как раз говорили… Что вот Омега… Что вот Омега минус 1 получилось из вот этого… А это… Не подождите, Николай Георгиевич… Только там, наверное, надо модули поставить… Ульцов… А… Слушайте… Я… Ну, можно… Тут такая неприятность… Понимаете… Я… Я… Обозначение… Что… Икс… Житое… Большое… Это… Модуль… Икс… Житое… Малого… А… Ну, можно сказать, что это… Иксы большие… Я их поставил… Когда-то… Эти модули… Эти модули… Я поставил… Вот… Вот здесь… Это… Иксы же большие… Вот… То есть, это в точности неравенство Ярника, которое мы обсуждали для линейной формы… Значит… Это… То есть, это в удобном виде записанное… Сейчас скажите… Почему это неравенство Ярника? Это… Давайте я запишу здесь и буду отвечать… Это из теоремы… Ярника… Про… Вот это… Ну, потому что… Как доказывалась вот эта теорема… Что омега больше, чем омега с крышкой… На омега с крышкой минус один… Даром… Я ее сегодня не поминал в самом начале… А вот она как доказывалась… Доказывалось, что… Следующее наилучшее приближение… Оно больше, чем предыдущее… В степени… Омега с крышкой минус один… Ну, там… Плюс… Ну, там… Вот как раз вот и доказывалось… В степени альфа минус один… Где альфа… Там вот такое… Там более, чем экспоненциальное… Ростное… Лучшее приближение было, так сказать… Определитель писался… Не нулевой… Да, это правда… Вот… А это… Это… Вот это альфа на альфа минус один… Это выражение для вот этой вот омеги… Которой без крышки… Да… Ну, вот оно сейчас и написано… Поэтому утверждение четыре… Это… Это удобным образом переписанная теорема Ярника… Которую мы когда-то недавно… Нет, нет… Я про второе, Николай Георгиевич… Первое – это понятно… Первое – это просто действительно теорема Ярника… Мы доказываем… А второе… А второе… Понимаете, что… Лжи-тое меньше-меньше… Х… В степени… Х… Жи-плюс первое… В степени минус альфа… А… А… Ой… Все… 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 А… Мы… Да… Мы просто… Сейчас… А… Ну да… 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 Согласен… А теперь паттерн… Вот это вся наука про паттерны я говорил… А сейчас сработает паттерн… По 해서… что… Независимы… Независимы… Х – к – 0 Независимы… А… А x, j, когда j меняется от ню до k, все лежат в одной двумерной решетке. То есть, вот первое условие, вот второе условие, вот третье. То есть, это этот самый паттерн, что, значит, вот ню минус один, ню. Я вот так, у нас уже устоялось с Антуаном Марна рисовать этот паттерн. Вот так вот, такой схемой. Вот так вот мы их рисуем. На самом деле, они все, конечно, выходят из начала координат вектора. Но вот, что вот, если нарисуешь всех выходящих из одной точки, будет неразбериха. А это вот, вот это все, они двумерные решетки лежат. Так вот, как-то мы привыкли. На самом деле, вот эти совпадают, конечно, точки. Это одна и таща. Почему так получится? Ну, имеется в виду, понятно, что нюйка какие-то. Ярник доказал, Ярник доказал, что существует бесконечно много троек независимых. Это просто берут две соседние независимые тройки. Нет, я про то, что у нас какое по размерности пространство? Трехмерная же? А сегодня все просто, сегодня она просто трехмерная. Я про то, что почему не может быть так, что как будто бы, ну, плоскость, ну, есть же две, условно, что они перепрыгнуты, диафан, что вот у меня были там, условно, независимые тройки. Есть три независимых. Вот любые два последовательных независимые, это мы обсуждали много раз. Да, а, 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 как сейчас, нет, я про то, почему не может быть, что они лежали в одной плоскости сначала, потом сделали прыжок в другую плоскость. А, ну, тогда все. Когда-то, вот они какое-то время жили вот в этой плоскости, когда-то вышло, вот первый момент, когда вышло. А, да, это и есть будет, соответственно, К. Все, понял, спасибо. Значит, сейчас надо немножко подхитрить и написать, что в случае зависимости у нас Л, вот если Ж у нас вот в этих самых пределах, то и Л вот вычисляется по вот этой формуле и П вычисляется по вот этой формуле Ну, тут надо сказать, что существует Т, Ж плюс один целое. Значит, и вот мы можем написать Л, Ню, П, Ню, П, Ню, плюс один, Минус, Л, Ню, плюс один, П, Ню. Это будет всегда плюс-минус. Ну, там знак может поменяться. Правильно? Правильно? Ну, вот эти, это излемы, которые говорят, что если двумерное приближение, то это, по сути дела, цепные дроби. Вот я это пояснял. А если есть такие формулы, ну, там уже просто вот эту разность можно просто явно написать, там понятно, что там плюс-минус будет. Нет, ну это понятно, Николай Георгиевич. Все, прекрасно. Так, слово «лема» у нас еще не было. Или было «лема»? Не было у нас «лема»? Не было. Но давайте сейчас назовем теперь «лема». Теперь что-то назовем «лема». Значит, предположим, что выполнено вот такое неравность. Первое. Второе. Что понютая форма меньше, чем l-нютая, x-нютая в степени r и ню большое. Тогда p-ню плюс первое большое. Оно оценивается снизу. Давайте я эту лему обведу в рамочку и спрошу, откуда она взялась. Кто понимает, откуда... А, сейчас давайте я поверну картинку, чтобы все вместилось на экран. Может быть, это будет полезнее. Так. Все не вмещается. Ну вот тут вот смотрите, что мы сперва. Мы сперва порассуждали, что определитель вот этот вот так вот оценивается. В нем два главных слагаемых есть. Дальше мы говорили, что определитель, так сказать, бывает ненулевым. Вот когда он ненулевой, вот что-то такое случается, вот как вот здесь вот у меня написано. И дальше, а дальше мы уже лему сформулировали. Ну тут какие-то параметры там, так сказать. Ну-ка давайте. Хорошо. Давайте доказываем. Да? Не видно. Правда? Не видно сразу. В уме не происходит. Сейчас, минутку только. У нас здесь утверждение 4 и утверждение о том, что определитель не равен нулю дает вроде бы эту оценку. Да, да, да. Но надо второе слагаемое проследить. L ню минус 1, P ню, F ню плюс 1. Вот это слагаемое, оно будет меньше-меньше L... Николай Владимирович, только один вопрос. Где у вас R используется? Сейчас увидите. В теореме? Вот. А, это R. Вот R, оно поменьше вот этого немножко, а альфа поменьше вот омеги. Вот я сейчас и пишу. Смотрите, что я пишу. L ню минус 1. L ню x ню R. Вообще хорошо, вот когда две формы, хорошо бы нарисовать картинку. Вот сейчас это не будем делать, потому что если сейчас начнем рисовать картинку, я ее быстро не нарисую, что две формы есть, и вот это условие, которое здесь написано, вот это вот, оно означает, что где-то в пространстве вот эти значения форм локализованы, так что одна форма поджимает другую. Смотрите, что значение формы P меньше, чем значение формы L, вот умноженное на x в какой-то не очень большой степени. Значит, я продолжаю. Пока формально подходим к делу. Вот смотрите, в определителе. Вот в этом вот определителе есть два слагаемых. Подождите, только у вас там опечатка формы. Сейчас, сейчас, сейчас. Сейчас исправимся. Вот в этом определителе есть два слагаемых. Вот мы сейчас убьем первое слагаемое. Возвращаемся. Где опечатка? Там ню минус 1 первая. Молодцы! Вот здесь опечатка правильная. Молодцы! Здесь ню минус 1. А куда делся f ню плюс 1? А его не дописали. А, все. А дальше все. Там опять f. f, я x оценил. f какая-то форма. Там какие-то коэффициенты. Вспомогательная форма. Она и арифметики коэффициентов формы f нас не беспокоит. Какая-то форма независимая с L и P. Можно было взять там первую координату. Ну, я не знаю, там первую. Это зависит. Первую, может, нельзя было взять. Ну, в общем, можно было. Вот это равенство понятно? Да. Ну, а все. А дальше все. Сейчас, подождите. У вас же так, что вот L нюте вы оцениваете X нютен. Это 1 дает. L нюте мы оцениваем X ню плюс первым. L нюте мы оцениваем X ню плюс первым. А, степень минус 1. Первое оцениваем X нютен в степени минус альфа. А, все. Вот откуда две минус альфа. l ньютон тоже, x ньютон плюс первым в степени минус альфа. Это равняется O маленькой от единицы, потому что мы позаботились о числе r. Сейчас, x ньютон вы паярнику оценируете, да? x ньютон плюс первой точнее. Это тривиальность. А, да, 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 я x ньютон. Согласен. Сейчас, по какому Ярнику? Нет, ну вы же x плюс первая заменяете на x ньютон. Что это, сейчас скажу, не соображу, я тупо всегда соображаю. Нет, нет, нет. r минус альфа, да, 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 что там альфа можно поставить, что x ньютон плюс первая можно заменить на x ньютон в степени альфа, это из Ярника. Нет, нет. А как тогда заменяете? Сейчас, секунду, секунду, сейчас, я что-то сам запутался, сейчас, одну секунду. По Ярнику оценка обратно. Нет, так нет, так подождите, это утверждение 4, там же два пункта, что первое, это оценка на форму, а второе, это вот как раз тот пункт, как x ньютон. В обратную сторону, там, а, ну, стоп, она в обратную сторону, да? Да. Сейчас, а, ну, так... Сейчас, что-то в обратную сторону, тут чуть-чуть елки-палки. Да, тут в обратную сторону. А, нет, 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 все нормально, у вас же... Ну, сейчас, а, нет, нет, ненормально, альфа же. Все, все, стоп, 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 стоп. Один минус альфа отрицательно. Конечно, да, да. Один минус, тут надо не забывать, что один минус альфа меньше нуля. Это всегда вот такие, да, 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 да. Один минус альфа меньше нуля. Все в ту сторону. По ярнику, да, вы правы, по ярнику. По ярнику, х нютое плюс первое больше или равно х нютое в степени альфа. Ярник сработал, да. Ну а дальше ясно. Определитель у нас не ноль. Значит, мы уничтожили. Мы у определителя уничтожили вот это слагаемое. Оно у маленькой от единицы пошло, да. Значит, определитель не ноль. Значит, надо обработать вот это слагаемое. По утверждению 1. По утверждению 1 будет 1 больше-больше. Л ню минус первое. П ню плюс первое. Ф нютое. А оно меньше-меньше. Л ню минус первое. Х нютое. П ню плюс первое. А это меньше-меньше. По этой самой х нютое. 1 минус альфа. П ню плюс первое. А это то, что надо. Лемма до красного. Так. Теперь основная лемма. То была лемма, а это основная лемма. Николай Германович, мы уже 2 часа. Так. Можно перерыв. Так, 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 так. Давайте. Да, да, да. Сегодня мы формально не производим семинар. Значит, но давайте теорему добьем. Поэтому давайте. Хорошо. Делаем перерыв 15 минут, да. Вот сейчас. Хорошо, да. Надо все-таки перерыв сделать содержательный. Хорошо. Тогда давайте действительно делаем перерыв 15 минут. А после этого, так сказать. Или можем 20. Вот как скажете. Хоть немного, но перерыв, а то я потеряюсь. Все, отдыхаем. 15 минут перерыва. Ой, а я тут, почему-то я оказался, у меня видео выключено. В общем, 15 минут перерыва, да? Хорошо. Ладно. Тогда пока делаем 15-минутный перерыв. Значит, перерыв. 15 минут. Ну, наверное, на это время тоже надо выключить видео. Потом.